всем привет с вами канала и вторая надежда сегодня посмотрим его планы по поводу вас что он планирует по поводу вас его размышления его мысли давайте начнем карту прямо со мной здесь выпрыгивает эгоизм и здесь давайте смотрим сегодняшний день сигнификация здесь женщина она видит своего мужчину реальным эгоистом который думает о себе живет для себя заботится о себе у нас этим вообще не согласна да и мужчина тоже знаете есть такой вот махровый эгоизм здесь мужчина который будет всеми фибрами показал что либо будет по моему либо тогда вообще не нужно никак во всяком случае это сейчас то есть я буду устанавливать такие правила которые нужны мне и устраивают только меня если те не нравится то здесь мужчина прям демонстрирует что все будем расставаться тогда у нас там будет ничего не получится на и женщина здесь не тот человек который будет навязываться и напрашиваться здесь гордости мудрости и опыта наши женщины достаточно поэтому со своей стороны она тоже понимает что навязываться но это уже будет слишком здесь буквально ты потеряешь себя вот в погоне за этим эгоистом себе он очень такого неплохого мнения здесь олень конечно с рогами про что здесь рога вы наверное сами здесь сможете догадаться придумать либо пофантазировать он сейчас закрыт от вас мужчину он считает что вы для него некое стихийное бедствие от которой сейчас нужно держать оборону в чем-то девочки вы для него опасные ну как опасно вы можете снести к чертям собачьим всю его жизнь всю его привычную и комфортную жизнь из показано наводнение до половодие и люди как могут мешками с песком закрывают ту территорию которую они хотят сберечь так и ваш мужчина что во первых с одной стороны он здесь четко очерчивает и уже очертил границу за которую переходить уже нельзя дал вам понять чего он видеть не хочет и конечно здесь уже намек и а если ты все-таки будешь это делать и тогда мы с тобой расстанемся во вторых возможно вы даже сами не подозреваете но вы реально являетесь той силой которая реально способна изменить жизнь вашего мужчины до неузнаваемости и к сожалению для него не в самую лучшую сторону причем далеко не в самую лучшую сторону мы прекрасно понимаем какие последствия может нести в себе наводнение вот у вашего мужчины поэтому сейчас всячески будет защищаться всячески будут отстраняться всячески будет показывать характер может просто уйти в в молчанку может пойти в какие-то оскорбления чтобы остановить вас вот обидеть вас настолько чтобы вы больше не захотели к нему лезть но гордость и дать меня оскорбили что я буду там к нему навязываться что ли на здесь будут все методы хороши и тут точно так же да вот для борьбы со стихией бороться с ней очень сложно вот но возможно и все методы все силы они конечно будут очень даже кстати противном случае вот здесь у мужчины есть еще один запасной вариант на всякий случай просто развалить разрушить эти эти отношения окончательно чтобы восстановлению они уже не подлежали хотя я вам периодически рассказываю что башня это не самая страшная карта вообще в карта втором нету страшных карт есть карты которые могут быть неприятные из карты которые мы не хотели бы чтобы они наступили и башня одна из таких карт но башня сносит все то что уже никакого смысла не имеет для того чтобы ситуация развивалась в положительном русле башня нам всегда говорит о том что ну вот да дожились что больше так продолжаться не может башня разрушает за собой все уже изжившие и поэтому здесь конечно я могу сказать что мужчина хочет вас сейчас припугнуть здесь мужчина хочет охладить вас ваш пыл он за себя боится и опять же да вот башня и вот что вы для него несете и семерка жезлов реально крутые изменения в его жизни даже если вы с ним жили в обед сто лет и по-любому здесь у мужчины сейчас сложился тот образ жизни который ему вполне нравится вот если он будет сейчас следовать каким-то вашим желанием будет искать с вами какие-то общие решения и компромиссы ему реально и очень серьезно придется отказаться от многого к тому что ему сейчас так нравится но поэтому он сейчас и будет остерегаться защищаться обороняться кто-то будет хамить кто-то будет прятаться вот вы сами здесь можете написать что в вашей жизни происходит здесь мужчина готов сейчас на единственный формат отношений отношения без отношений до или отношения ради отношений когда между вами есть эмоции приятные здесь есть эпизодические периодические встречи то есть мы здесь не говорим о каком-то серьезном формате паш кубков на в этой колоде принцесса чаш говорит нам о том что это вот первые импульсы то есть вспомните ваши отношения в тот момент когда они только начинались вы друг друга узнавали никто друг от друга никаких подвигов не ждал серьезных таких оптимистических каких-то планов настоящие настоящих на будущее не строил просто вам было в кайф друг с другом вот такой формат его еще наверное можно назвать ну как я называю есть папы выходного дня да и а здесь мужчина выходного дня тот термин который я придумала и мне он очень нравится в употреблении к определенным форматом отношений когда мужчина показывает мне не нужна серьезность я не хочу ответственности я хочу наслаждаться я хочу легкости конечно это легкость подразумевает опять же порой знаменитые статусы в свободном поиске то есть раз мы с тобой периодически встречаемся раз у нас нету с тобой прям серьезных и грандиозных планов значит особо мы друг другу не обязаны только на практике и зачастую бы бывает это мужчина женщине не обязан а она она ему как раз таки обязана чуть ли не как жена ни с кем не общайся не флиртуй не знакомься с подругами там я не знаю там в караоке в рестораны там на дискотеке не ходи хотя сам для себя он конечно оставляет такую возможность просто в случае чего вам он навешает всяких недовольств в плане того что ну ты же женщина ты со мной встречаешься я я я а если женщина претензии какие-то предъявит но это реально девочки это на практике это то с чем я сталкиваюсь это то что мне рассказывали рассказывают постоянно но я же тебе ничем не обязан да или у нас же там мы же с тобой не живем как муж и жена даже если вы живете в одной квартире но вы договорили да что между вами вот просто вот а по наитию да вот захотелось что-то в этом вместе куда-то сходили там вы по уши там или у вас интим случился все дальше практически каждый живет своей жизнью но для женщины эта жизнь должна быть аля да все серьезно и она не шагу в сторону не взглядом никуда а для мужчин все-таки это некая свобода вот и он мужчина который не обязан вот к сожалению такая вот несправедливость она очень часто прослеживается и очень часто она почему-то засела в головах наших мужчин что произошло в этих отношениях и нашим и вашим здесь ваш мужчина и нашим вашим по очереди спляшем здесь мужчина просто не мог определиться что он хочет как он хочет кого он хочет куда он хочет кому он хочет он с вами или холостой там он с вами там лисмани из какой-то он с вами ли либо он в постоянных запоях здесь у каждого же будет своя собственная история мужчина здесь посадил вас на качели на качели на которых вы качались 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 я так понимаю что вас здесь стало мутить и затошнила всех этих качелей постоянно заставлял ждать постоянное обещание постоянно какие-то намеки чем он девочки вас держал да ну возможно я проговорю то что вы уже и сами знаете вот но он вас держал некими обещаниями на будущее то есть он вам категорического ответа какого-то фатального негативного не давала а вот как будто бы а может быть а наступят прекрасные времена а когда-нибудь и вот это но мы женщины создания которые любят очаровываться создание которое любит конечно эмоции и на эмоциональные качели он вас посадил сначала это конечно нравилось потому что это адреналин это где-то переживание потом когда ты к этому уже привыкаешь ты понимаешь что ну какое-то безобразие с этим хочется что-то сделать а вы уже плотно сидите и мужчина вас уже ввел в такую игру из которой просто так вам не выбраться и здесь я я не могу сказать что вы здесь окончательно выпутались и вышли из игры здесь вы отдалились здесь вы смогли забрать большую часть себя для того чтобы подумать проанализировать принять решение окончательного здесь ухода вашего от этого человека чтобы вы вырвали свои эмоции вы забрали свое сердце я пока не вижу и это нормально да сказать что с вами что-то не так я не могу потому что король кубков он способен он как кальмар который свои щупальцы запускает в самые различные места душа сердце эмоции это самые первичные цели в которых он поселяется голова мысли да и от этого невозможно конечно же просто так избавиться есть способы да есть практики одну из таких рабочих практик я даю в своем телеграм-канале если вы еще не были там и впервые слышите есть очень простая но очень действенная практика по обрезанию эмоциональных и энергетических связей когда вы избавляете себя одна это конечно нужно решимость вы должны четко понимать что вы уже не хотите с этим человеком чего-то там серьезно вы уже все понимаете но просто избавиться от его присутствия вашей голове вы не можете ментальные они эмоциональны а ментальные и эмоциональные связи разрыв обрыв этих связей вот и тогда эта практика вам очень хорошо подойдет она визуальная то есть там нужно будет вам что-то сделать я подробно рассказываю как и что вот это все в моем телеграм-канале такие практики я не даю в youtube канале все-таки здесь больше у меня расклады здесь больше такая вот терапия для души а то мы можем немножечко поколдовать мы можем стать немножечко ведьмами вот там такой канал где мы о женском о своем вот и помогаем с самим себе посмотрите я там видео подробно рассказываю как это работает и для чего и конечно я всегда предупреждаю к этому нужно быть готовыми чтобы не оказалось так потому что эта практика дает побочку побочку виде того как я это тоже назвала в виде возвращения будулая да они возвращаются очень часто и для девочек которые не готовы они конечно поддаются по факту они потом видишь на манеже все те же вот и поэтому не рекомендую опять же делать как вызов потому что ничего хорошего из этого не получится вы обрезали энергетического вампира условно и он появился вот просто по зову того где закончилась подпитка он знает где самая вкусная где самая манкая он идет туда но он идет не для того чтобы измениться он идет для того чтобы восполнить все то что он потерял все то что вы ему отрезали до доступ к себе отрезали вот поэтому да работает как вызов но это такая побочка и я объясняла да что почему и к вот но как вызов я действительно не рекомендую потому что с одной стороны да вы получаете некую свою наверно сатисфакцию а с другой стороны вы как вы как продолжали думать мучиться страдать вы так и продолжаете в очередной раз видя что он просто пришел сугубо зачем-то свои вот этот вот мужчина это действительно тот кальмар который будет сидеть во всех частях вашего тела будет о себе напоминать будет тянуть эмоции будет тянуть вашу энергию что он и делал да чем сам он спровоцировал качели плюс ведь и жди 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 и и вроде бы подоплек это такая вот нормальная да что может быть наверное это все и получится и разорвать то невозможно потому что ну ты же надеешься и он говорил и вроде бы как к чему-то и это уже и идет на самом деле здесь просто как-то за его причиндалы тянут такие мужчины всю ситуацию и на самом деле особо ничего не происходит ну и сердце вам разбил конечно нервы потрепал смогут быть любовные треугольники очень запросто потому что и двойка пентакли и сам у нас герой такой любвеобильный ожидания жди 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 и тройка мечей на часто берет про разбитое сердце благодаря тому что в жизни ваших отношений с этим человеком пришел кто-то другой дали это кто-то другой был изначально и из-за этого человека ему не удается сделать выбор четкий конкретный и основательный то есть смотрите здесь мужчина вас воспитывает по-другому я это не назову потому что башни вам расшифровала что с этим можно сделать опять же и если вы решитесь да на обрыв а здесь вы можете спровоцировать его на какие-то действия к вам но опять же да вы можете просто увидеть польстить самой себе но уже будучи готовым к тому что и мне он уже не нужен просто сделать то что вы хотите сделать да там улыбнуться ему там наговорить комплиментов там поблагодарить я не знаю там от души ему в ноги поклониться и сказать спасибо уже такого сокровища мне не надо вот мы же здесь смотрим планы поэтому здесь все завязано друг на друге и давайте будем смотреть в особенности что если это треугольник какой-то да или человек просто мечется быть с вами либо все-таки оставить свой холостой статус статус холостого мужчины давайте будем смотреть итак что он планирует по поводу вас его планы что он планирует торопиться этот мужчина не будет и опять нож корольку девочки он реально держит руку на пульсе этот мужчина который будет позволять ну условно да вот как вот мы берем резиновый шнур мы его тянем 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 и мы четко практически очень точно сможем понять тот момент когда если еще чуть-чуть и это порвется вот так же здесь и у вашего мужчины то есть он максимально будет стараться продлить в вот эту позицию что если ты вот так вот поступаешь там давишь на меня заставляешь то призываешь какой-то ответственности хочешь чтобы я от чего-то или от кого-то избавился своей жизни значит я тебе показываю что между нами ничего не будет но эти здесь как в засаде здесь как охотник который или как рыба на который может долго сидеть выглядывать свою добычу но как только он будет чувствовать что там уже допустим пара он свернет все удочки или как только он поешь что добыча бежит в его сторону вот тогда а здесь наш товарищ будет предпринимать действие девочки поверьте вот здесь вот речь вообще не про расставание здесь про пугалки по отношению к вам то есть расставаться как таковой здесь мужчина не намерен особенно именно наш герой потому что ему чем больше эмоций чем больше драм чем больше женщин я не оговорилась женщин которые его будут ждать там любить там надеяться там рассчитывать на какие-то его шаги действия и поступки тем лучше и эти мужчины они всегда такие коллекционеры дам у них всегда будет очень много историй если немного то несколько где он прям такой знаете лавилас обольститель где он разбил сердце и да это наши самые такие топовые сердце еды на номер один наш короли кубков по числу разбитых сердец женских до обладают они таким качеством потому что вы не влюбиться в них невозможно не очароваться невозможно говорят они красиво обещают красиво ведут себя тоже так что ты порой чувствуешь себя самой лучшей женщиной на свете вот но к сожалению они лишены качеств быстро действовать и быстро брать быка за рога с ними тоже можно контактировать с ними тоже можно уметь взаимодействие и можно получить свое но это нужно действовать вот просто моментально он только сказал ты сказал а давай и пока вот у него есть это желание они когда на эмоциональном подъеме если они что-то говорят это действительно так есть они сами в это верят они сами так чувствуют и нужно пользоваться моментом стоит упустить у мужчины поменялись какие-то планы вмешались какие-то новые вводные и все если для вас все еще то допустим через месяц что-то актуально а у него за месяц уже сменилось миллион планов и ощущений поэтому с ними как поговорки куй железо пока горячо но вот оставлять для себя места где можно получить какую-то романтику и эмоции этот мужчина очень любит поэтому девочки вы для него та женщина с которой он сам добровольно по себе не расстанется он будет корчить из себя вот оскорблять даже если он будет с вами расставаться вы поймете что это не ради расставания это вызов вам да это крик это боль в которой он хочет чтобы услышали простую истину я хочу быть с тобой ну давай вот без всякого вот этого слишком много у него здесь эмоции связано с вами с которыми он не хочет расставаться поэтому мои хорошие здесь смотрите какой момент сам себе он плохо не сделает и он не будет врагом для самого себя поэтому он реально четко для себя понимает что может случиться так что если он не увидит ваших действий то придется ему вернуться и да девочки если вы будете не отсвечивать если вы будете заниматься своими делами опять же если вы сделаете все там не только ту практику которую я советую а сделайте что-то свое чтобы отсечь себя от него он почувствует какую-то нездоровую историю вот просто посмотреть увидеть что он будет делать не не для того чтобы ожидать что будет какое-то чудо вы можете делать практики для того чтобы он вернулся с целью до его вызова и с целью его возвращения от того что вы ждете что-то вот тут к сожалению вас будет ждать разочарование но иногда девочкам нужно парта простая сатисфакция что он увидел как он сам по себе что он увидел что вы без него не страдаете там локти не кусаете и просто сатисфакция то что он вернулся он понял он захотел вернуться и и вот у девочки если вот тишина с вашей стороны вы занимаетесь собой вы занимаетесь своей личной жизнью он вернется иначе будет поздно а он хочет вас как минимум девочки опять же видите и снова паш кубков тут мы его тоже видели этого пажа только он здесь был у нас говорила на принцесса чаш он все будет вас пытаться оставить для себя в таком вот флиртовом каков-то это даже не френд зона когда-то мы друзья там мы расстались но между нами остались добрые воспоминания там что-то хорошее там дружеской нет это не про это в исключительных случаях здесь конечно мужчина может предложить остаться друзьями но он это сделал таким образом что вы поймете что да никакой дружбы тут даже рядом не пахнет это вообще не про дружку да это про возможности иногда заглядывать на огонек с целью получить чего-нибудь вкусненького сладенького в вашем виде поэтому здесь планы такие сейчас сидеть спокойно не отсвечивать до заниматься своими делами может быть опять же кого-то там обольщать или бухать каждый день наконец-то там оторвался вырвался вот и никто за ним тут не стоит в рюмку в эту не заглядывает в бутылку до заниматься своими делами но параллельно вот держа руку на пульсе понимать да вот поздно не поздно опасно ли дальше продолжать такой вот тишине дотянуть эту резину или все-таки уже нужно действовать он не простит девочки себе если по его вине здесь отношения разрушатся идеально будет если вы накосячите он вам выскажет потому что плохое расставание когда он герой кто-то плохой это вот для него идеальное расставание расставание когда он виноват для таких мужчин неприемлемо поэтому здесь два варианта либо мы расстаемся потому что ты меня окончательно там разочаровал одну тут нужно что-то серьезное такое предательство там измена там он вас кем-то застукал и все давно в топтали в грязь все он с такой женщиной нечисто плотно уже не сможет бы да он себе не позволит ему гордость не позволяет ему либо здесь второй вариант остаться с вами вот в лайтовых таких отношениях да есть третий вариант но он крайне редкий когда оставаться в такой вот постоянной вражде но это нужно быть плюс-минус на одной территории там рамках одного города дата вы работаете на одной работе вы периодически я благодаря там общему кругу общения нет нет там встречаетесь вот чтобы прям искры из глаз летели вот этой вот ненависти какого-то вот этого отвращения вот он на это тоже будет согласен потому что любая эмоция это тоже эмоция и негативная в том числе конечно же и я про таких очень тоже рассказываю их можно либо любить либо ненавидеть они с этим согласятся если к ним какое-то равнодушие и женщина поняла что он да он вообще не тот герой да он вообще не самый лучший ли самое прекрасное а пойду-ка я а вот он и нашла уже кого-то другого вот тут он не потерпит поэтому он будет тщательно отслеживать ваши контакты вашу личную жизнь настолько насколько у него это будет получаться он будет ориентироваться по ситуации и поэтому как только здесь запарить жареным именно для него наш товарищ будет стараться вернуться чтобы вменить вас для того чтобы а появляются они зачастую вот под дурачка на как ни в чем не бывал ну это их фишка это такая у них самая частая стратегия слишком много конечно здесь про нашего мужчину и про его на фокусы вот но с другой стороны таких нужно знать всегда в лицо и таких мужчин нужно за версту чуить и предсказывает собой себе что он будет делать дальше на что он способен что он может запланировать и что он из этого может сделать вот я думаю что ничего плохого нет в том что я рассказываю так подробно а вы напишите пожалуйста насколько вам это полезно и опять же да вот появится как ни в чем не не бывало а кто-то здесь воспользуется вашей щедрой душой вашей невозможностью отказать сошлется на проблемы этом проблема финансового характера проблемы со здоровьем там еще что-то жить негде там кошелек украли там документы украли все его предали там или он заболел да вот сыграть на вашей жалости по отношению к нему но там уж как получится да он будет конечно действовать по ситуации поэтому здесь вот план банан ждать до последнего как только запахнет жареным возвращаться и стараться вас уговорить я не знаю там заставить быть хотя бы вот такими практически друзьями но с интимным таким подтекстом на на сегодняшний день девочки это пока так ссылочка кстати на телеграм я забыла сказать в описании под видео и закрепленном комментарии также на вконтакте обязательно подписывайтесь с ютубом сейчас все очень мутно и вообще ничего не понятно поэтому если что то там и там расклады у меня выходит конечно каждый день рутуб тоже есть но как только там все будет активно все перенесется перекачается я тоже дам ссылочку и на него на сегодня все мои хорошие обнимаю всего вам самого наилучшего хороших выходных пока пока